Привет, друзья! С вами Тимур и вы смотрите канал Настолки Лайф. Прошедшая неделя порадовала поклонников покорения Марса и Великого Западного Пути, но удивила фанатов анахронности. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске. Погнали! Ребята из Space Beagle Games подумали и решили, что игр с Теслой и Эдисоном на обложке как-то маловато, и представили свою собственную игру. Electric Empires перенесет участников в Нью-Йорк и поставит во главе разных электрических компаний. Им предстоит подключить к электросети Мегаполис, выигрывая тендеры и строя генераторы. А самое главное определиться, какой ток использовать, постоянный или переменный, ведь каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки. Авторы обещают уникальный механизм общей репутации, который уравновешивает полукооперативную игру с беспощадной конкуренцией. На Kickstarter игра отправится в течение этого года, а вот отгрузки запланированы уже на следующий. Эйлиф Свенсен, автор таких игр как «Санта-Мария», «Грандиозное представление» и «Тропы туканы», анонсировал новый проект на механике Roll'n'Ride под названием «Риверсайд». Участники станут владельцами речных пароходов, которые будут катать туристов по реке. На своих листах игрокам предстоит составлять маршруты, выбирая кубик из общего пула после броска, где цвет кубика — это определенный тип пассажира, который приехал за конкретные экскурсии. Целью игры станет зарабатывать деньги на проведении экскурсий, чтобы в конце игры стать самым богатым речным гидом. Кстати, русла реки, как и достопримечательности вдоль нее, каждый раз будут создаваться случайным образом, благодаря модульному игровому полю, что, очевидно, добавит вариативности. AEG Games представила новую игру от автора чемпионов Мидгарда, которая получила название «Mipples and Monsters». Игра на механике Backbuilding предложит игрокам зарабатывать победные очки, отправляя миплов улучшать свой город, исследовать заброшенные башни и сражаться с монстрами. А кроме этого, нанимать новых миплов в свой мешок, чтобы иметь возможность выполнять действия еще лучше. В конце партии, получив дополнительные очки за победу над мини-боссом, победит игрок, набравший наибольшее их количество. В описании к игре издатель пообещал глубину, реиграбельность, великолепные компоненты и много юмора. Релиз намечен на следующий год. Немецкое издательство Queen Games выпустит в этом году гоночную игру под названием Scrap Racer. Участники отправятся в сумасшедший заезд на три круга, используя уникальные особенности пилотов, а также бросая кубики и применяя выпавшие результаты. В течение гонки может случиться что угодно, так как за некоторые выброшенные комбинации игроки будут получать карты аварий, а за другие, наоборот, бонусы, способные компенсировать потерянную позицию. Но самое хитрое, что пересечение финиша первым не дает игроку гарантию на победу, ведь на результат могут повлиять скрытые цели гонщиков. В 2018 году Keymaster Games, известная нам по игре Парки, выпустила игру под названием Caper, а в этом году издатель запланировал ее переиздание. Это дуэльная игра, в которой участники нанимают воров мирового класса, чтобы грабить известные европейские банки, галереи и различные достопримечательности. А из механик в игре представлены Area Majority, драфт-карт и сбор сетов. Новая версия Caper Europe была хорошенько доработана и получила обновленные компоненты и графический дизайн. Проект на Kickstarter запланирован уже на 2 марта. Компания Eggertspil решила побаловать фанатов игры Великий Западный Путь огромным анонсом. В ближайшие три года свет увидят три игры новой серии. В этом году нас ожидает переработанная база под грифом Second Edition, которая, по словам автора, получит новые, захватывающие изменения не только визуального оформления, но и игрового процесса. Вторая игра под заголовком Аргентина появится в 2022 году, а в 2023 игра с приставкой Новая Зеландия. Каждая из игр является самостоятельной и отсылает к остальным исключительно тематикой. Очевидно, что автором каждый из них стал Александр Пфистер, а новые подробности обещаются совсем скоро. Во вторник на Kickstarter начался сбор средств на новую игру в серии «Покорение Марса». Как и в оригинальной игре, участники возглавят корпорации с целью сделать Марс обитаемым. Но в отличие от предшественницы, новинка будет проще и быстрее. Один экземпляр обойдется бэкером в 39 долларов. Но если вы хотите прикупить себе всю серию из ранее вышедшей игры и дополнений, то итоговый ценник способен дорасти до 239 долларов. И это не говоря о том, что проект дополнительно предлагает потратить деньги на кастомные протекторы, металлические ресурсы и неопреновый ковер. Сбор средств продлится до 5 марта. Вселенная игр «Лоскутного королевства» скоро станет немного больше. Об этом в своем инстаграме сообщил автор игры Бруно Катало. На днях он опубликовал три снимка прототипа новой игры, которая является самостоятельной коробкой. На фотографиях видно, что новинка будет посвящена доисторическим временам с охотой и собирательством. Вместо замка в центре поля игрока красуется хижина, а вокруг гуляют очень милые мамонты. Кроме того, на поле находятся различные ресурсы и даже жетоны членов племени. Выглядит крайне интересно, и уже поскорее хочется узнать, как все это работает. Очевидно, что пока неизвестны сроки выхода игры, но как только подобная информация появится, я обязательно вам сообщу. Любите ли вы игру анахронность? А шахматы? А как насчет анахронных шахмат? Издатель оригинальной игры с одним из ее авторов тизернул именно такую дуэльную игру. В описании сказано, что нас ждет уникальный сплав шахмат и анахронности, где игрокам предстоит использовать экзоскелеты, вербовать рабочих, управлять ресурсами и в итоге поставить мат своему противнику, что бы это ни значило. Витал Лассердо анонсировал на этой неделе первое дополнение к игре On Mars, и оно внезапно оказалось кооперативным. Коробка будет включать в себя сюжет, разделенный на 4 главы, каждый из которых играется по-своему. Один против всех, полный кооператив или даже соло-режим. Как все это будет переплетено между собой, пока неизвестно, зато известно, что кикстартер запланирован на май месяц. В конце прошлой недели произошло событие, которое потрясло одних и совсем не удивило других членов мирового настольного комьюнити. И я сейчас говорю о том, что империя зла под названием Asmadi купила цифровую настольную платформу Board Game Arena. Рост регистрации на платформе в 600% за прошлый год не смог пройти мимо настольного гиганта, который уже ранее сотрудничал с платформой, и подобный шаг был очень логичным. Компания обещает оставить существующие условия присутствия пользователей на арене, дабы не мешать ресурсу продолжать стремительно развиваться. Правда, игроков интересует совсем другое. Станет ли Asmadi вытеснять игры конкурентов или затруднять им вход на платформу? Видимо, узнаем со временем. Третий раз за последние полгода компания Hasbro всплывает в наших новостях не благодаря выходу новых настольных игр, а благодаря предстоящим экранизациям. Вслед за сериалом по Dungeons & Dragons и мультсериалом по Magic the Gathering в производство уйдет анимационный сериал по классической детективной игре Clue. Пока неизвестно никаких подробностей, за исключением того, что нам обещают остросюжетность и динамику. Мы ранее уже говорили с вами о дополнении к игре Паладин Западного Королевства под названием Город Корон, которое, кстати, на данный момент штурмует Кикстартер. Так вот, в начале недели ловка игр подтвердила, что издаст его на русском языке. Осталось лишь дождаться цены сроков. Компания Звезда сообщила, что выпустит в этом году приключенческую игру в сеттинге постапокалипсиса под названием Рыцари Пустоши. В игре нам предстоит проходить нелинейный сюжет, прокачивая героев, странствуя и выживая в великой австралийской пустоши. Участников ждут приключения в духе фильма Безумный Макс, игры Вейстланд и боевиков 80-х годов. Издатель нацелен выпустить ритейл-версию игры, так что цена за коробку вряд ли превысит 70 евро, а сама игра должна появиться на полках этой осенью. Издательство Стиль Жизни анонсировало на этой неделе сразу парочку своих новинок. Горыныч – это семейная кооперативная игра, в которой участники вместе должны помочь Змею Горынычу защитить принцессу и спрятанные богатства от захватчиков. Им предстоит втайне выбирать карту действия из своей руки, чтобы указывать Горынычу, где необходимо остановить рыцарей, прежде чем они доберутся до терема. Вторая игра для малышей от 3 лет называется Make a Snake, и она поможет в развитии мелкой моторики. Игроки будут собирать змейк из составных деталей и персонализировать с помощью наклеек, а цель игры – свернуть змейку клубочком так, чтобы она занимала как можно меньше места. Когда игры поступят в продажу и сколько они будут стоить – пока неизвестно. В конце прошлой недели на площадке Краут Репаблик стартовал сбор предзаказов на дополнение к дополнению. Каждый поклонник игры Эвердел, у которого в коллекции есть дополнение «Жемчужный ручей», смогут его преобразить в делюкс-коробкой под названием «Подводные сокровища». Оно принесет в игру большие жемчужины, новые карты, сборные модели чудес и фигурки животных трех новых фракций. Стоимость дополнения составляет 2650 рублей, а кампания по сбору продлится еще 20 дней. Кампания «Правильные игры» анонсировала работу над новой игрой в жанре настольного квеста и на данный момент ищет добровольцев для тестирования. По ссылке в описании можно проголосовать и потенциально получить возможность поучаствовать. И это все, друзья, что я смог найти для вас на сегодня. Не забывайте поделиться новостями, а также поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Не болейте, подписывайтесь на канал и непременно играйте в разные игры. Субтитры сделал DimaTorzok